День с толком Не пустили даже на порог. Рубцовские депутаты решили проверить, где и как будут лечить горожан больных туберкулезом. Детские наркологи обеспокоены новым трендом подростков. Что такое снифинг и как с ним бороться? В Барнауле сняли клип, который может попасть на федеральные каналы. Почему его можно назвать необычным? 1260 жителей Барнаула сегодня вновь остались без тепла. Очередная коммунальная авария произошла в Октябрьском районе. Это уже второе за неделю ЧП почти в одном месте. На этот раз теплоснабжение ограничили для 7 многоквартирных домов и одной больницы. Повреждения тепловой сети обнаружили в полдень на улице Горноалтайской. К сожалению, устранить повреждения к 16 часам не удалось. Позже было обнаружено еще одно. На месте аварии, по данным пресс-службы мэрии, побывали руководители города. Оказалось, что на ремонтные работы понадобится еще около трех часов. Ситуацию планируют держать на контроле и следить за температурным режимом в жилых домах. При необходимости жителям готовы выдать обогреватели. Напомним, в среду в этом же районе Барнаула в 30-градусный мороз без тепла почти сутки оставались 2500 человек. Тогда коммунальным службам пришлось устранять порыв весь день. Всего же с начала холодов в Барнауле произошло уже три аварии на теплосетях. По-прежнему холодно и в домах Яровчан. Рейдерский захват. Так, режим ЧС, введенный накануне в Яровом, прокомментировали на местной ТЭЦ. Особый режим ввели на Котельной накануне вечером на экстренном заседании правительства. Его участники вынесли ряд решений, среди которых передача ТЭЦ бывшему, муниципальному предприятию. Правда, как это будет происходить на частной территории Котельной, никто пока не понимает. Анастасия Дороган продолжит. Кубаком постараться ситуацию удержать. Так губернатор подытожил экстренное совещание, посвященное Яровому, жители которого мерзнут в домах уже несколько суток. Срочные меры поздним вечером вынудили собраться главу региона, министров, а еще прокуратуру, МВД и даже ФСБ. Заседание было закрытым. Главный итог – смена эксплуататора Котельной. Отстранить сегодня эксплуатирующую организацию и организовать эксплуатацию этого имущества, фактически теплообеспечение всего города, силами других организаций или другой организации, которая на это имеет право. Такой организацией является МУП ЯТЭК. Эта организация заведовала Котельной прежде. И, как говорит Сергей Узлов, директор, эксплуатирующий до вчерашнего вечера организацию ОИТЭК, после МУПа требовался масштабный ремонт ТЭЦ. И они его начали с ремонта котла номер 10, а на следующий год планировали полную реконструкцию. Но, пожалуй, главная претензия к ним возникла из-за угля, а вернее его недостатка. К началу зимы на ТЭЦ не было минимального запаса в 6,5 тысяч тонн. Может быть, он и был бы, если бы у ЕТЭК были деньги, утверждает Узлов. Не можем получить кредитные линии на закуп этого самого угля, за который нас ругают. До сих пор этот самый уголь я покупал на свои личные деньги. Мы договорились с банком. Но банк не может нас кредитнуть по одной простой причине. Иск прокуратуры к нам. Мы 3 сентября подписали мировое соглашение, а 5 сентября прокуратура Славгородского района подает на нас иск в суд о неисполнении этого самого мирового соглашения. Компания планирует обращаться в суд и, несмотря на ЧАЭС, работать дальше. За последние сутки в Яровой отгрузили несколько тысяч тонн угля, в том числе из резервного запаса. Скоро должны привезти еще 6,5 тысяч тонн, заверяют в ЕТЭК. Как в его, по сути, частную котельную должен прийти работать МУП ЕТЭК, пока никто не придумал. Давайте предоставим это не нам с вами рассуждать, а решать судам, юристам, разбираться. Чушь какая-то. После такого едкого высказывания Владимира Путина подорожание медицинских справок на получение водительских прав отложили на 7 месяцев. Напомним, с сегодняшнего дня по приказу Минздрава цена на документ с 300 должна была взлететь аж до 5000 рублей. Когда закон все-таки вступит в силу и готов ли к нему Алтайский край, расскажет Валентина Аскерова. 400 человек в сутки при норме в 100. Осада краевого наркодиспансера длилась два дня. Ажиотаж не только в Барнауле накрыла Ярославль, Новосибирск, Ленинград. Огромные очереди вызваны удорожанием медсправки на водительские права. Сегодня цена должна была подняться в 15 раз – с 300 до 4500 рублей. Вы со скольки стоите? С 12 часов. А сейчас получается? Сейчас уже почти 3. И по прогнозу вашему сколько вам еще? Я не уйду, пока мне не дадут справку. В новую стоимость входит не только тест на алкоголь и наркотики в крови, но и степень зависимости. По мнению Минздрава, это поможет снизить количество ДТП с пьяными водителями. Глава государства, в свою очередь, инициативу раскритиковал и одернул Минздрав. Дикий ценник придержали до 1 июля следующего года. Коридоры в наркодиспансере резко поредели. Вчера была стоянная очередь. Прошли, успели? Нет. Главный внештатный нарколог края Андрей Иванов рассказал, что Алтайский край изначально был против таких новшеств. Безусловно, уверен он, люди, изрядно принимающие на грудь, таким образом права не получат. Но регионы пока элементарно не готовы к подобным экстренным нововведениям. Нужно разработать маршрутизацию, чтобы все жители края могли быстро получить медсправки на права. Одним днем такой вопрос не решить, резюмирует Иванов. Посмотрим, смогут ли его решить через 7 месяцев, когда приказ Минздрава все-таки вступит в силу. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Всерьез обеспокоены и детские наркологи. За последние 5 лет они фиксируют неуклонный рост пристрастия детей и подростков к снифингу, вдыханию газа, последствия сотни летальных исходов по всей стране. Запретить продажу таких баллончиков невозможно, ведь это не наркотик и его используют в быту. Как тогда защитить ребенка от токсикомании, узнавала Полина Жданова. Это обычный освежитель воздуха, который продается в любом хозяйственном магазине. Ограничений по возрасту этой покупки нет. Да и зачем? Это же обычная бытовая химия. Но это только для взрослых. А вот для хитрых и изобретательных детей это быстрый и дешевый способ получить удовольствие. Освежители воздуха, дезодоранты, походные газовые баллончики. Еще не весь список, которым балуются подростки. В лентах новостей все чаще появляются новости о гибели детей от отравления газом. Газ используется у нас в быту. То есть он используется в туристических плитках, он используется в зажигалках, он используется и для приготовления пищи. То есть это обычный газпропан. Но с другой стороны, это токсическое вещество и оно никак не может быть полезным для организма. Что происходит с организмом при вдыхании газа? По словам врачей, при попадании в легкие он вызывает отравление, которое приводит к галлюцинациям. Если переборщить, возможно удушье, отек мозга и остановка сердца. Начинают пробовать, дабы казаться более взрослым, потому что взрослые тоже употребляют психоактивные вещества. И вот им кажется, это период взросления. Они таким образом самоутверждаются среди детей и подростков своего круга. И все, что принято в этой среде, употребляют. То, как правило, и вновь прибывший член этой группы или этого общества, они повторяют употребление вот этих же веществ. Дети от 10 до 17 лет собираются подышать группами. Процесс снимают на телефон, выкладывают в сеть на общее обозрение для ровесников. Психиатры говорят, в группе риска дети из неблагополучных семей, подростки и те, у кого много свободного времени. Слово «погулять» просто бесцельно должно родителей внимательных настораживать и очень, и очень настораживать. Они должны знать, где гуляет ребенок, с кем гуляет, каким образом происходит гуляние. Потому что под словом «погулять», как правило, скрывается это общение с неблагополучными детками, если это детский возраст, либо подростками, если это подростковый период. Токсикомания не отличается от любой другой зависимости. Ребенок становится скрытным, редко появляется дома, хамит, у него резко снижается успеваемость. Обязанность родителя, уверены психологи, быть чутким и регулярно общаться с ребенком, ненавязчиво его контролировать, увлечь спортом, творчеством, а еще быть на связи с наркологом. Главное не ругать, а стать компаньоном по борьбе с зависимостью. Только при правильном подходе подросток не захочет снова окунуться в другую реальность с помощью газового баллончика. Полина Жданова, Александр Антропов, День с толком. Рубцовские депутаты решили сегодня лично осмотреть условия лечения в Лебяжинской туберкулезной больнице, куда собираются перевезти пациентов городского тубдиспансера. Но не получилось. Делегацию народных избранников не пустили на порог. Даже не выглянул ни один больной, по-видимому, им сказали не выпячиваться. Вышла одна санитарка и в грубой форме сказала, что нет, никого мы вам не откроем. Заведующая сказала не открывать, и мы вас запустим только после разрешения Минздрава. В последние дни весь Рубцовск волнуется из-за решения Минздрава о прекращении госпитализации пациентов в городской диспансер. По словам Надежды Дрюпиной, сейчас речь идет о 60 больных. Кроме того, подчеркивая депутат, ей сообщили, что специального транспорта для переезда нет. И пациентов, среди которых есть и люди с открытой формой туберкулеза, готовы отпустить передвигаться даже городскими маршрутами. А в Барнауле сняли клип, который может попасть на федеральные музыкальные каналы. И это не тот случай, когда на экране танцуют модели в купальниках. Клип был снят на трогательную песню «Мама». Ее написала барнаульская певица «Ко дню матери», который мы отметим в это воскресенье. Почему этот клип можно назвать необычным и кто принял участие в съемках, расскажет Ирина Корчагина. Главная героиня вечера – солнечная Маша Ланговая. Единственная в крае чемпионка специальных Олимпийских игр. Вместе с мамой она снялась в клипе известной барнаульской певицы Жени Виль, которая написала очень личную трогательную песню «Мама». Для человека с синдромом Дауна мама – не просто родной человек, но и та нить, которая связывает ее с миром. Мне очень нравится сниматься в кино. Мне очень было интересно сниматься. В клипе много деталей. Например, по задумке режиссера, часть событий происходит в тумане, потому что так воспринимает мир главная героиня. Для меня Маша открылась еще раз с новой стороны, потому что она не играла, она не выполняла какие-то требования режиссера, оператора. Она жила, она жила своей жизнью замечательной. В съемках принял участие и тренер Маши по плаванию. Больше 10 лет девочка ходит на занятия к Сергею Толкачеву. Именно он сделал из Маши чемпионку. Тренер рассказывает, бывало, что Маша капризничала, хотела все бросить, но каждый раз находила в себе новые силы и мотивацию. Я помню, когда у нас были тренировки, она плыла и делала задание за то, что мама ей купит, подарит рапунцель какую-нибудь. На следующий день она плыла, потому что ей говорил Маша, ну кто если не ты, ну ты же у нас самая главная звезда, ну что ты, ну ладно, давай, сейчас сделаю все. Маша говорит, съемки утомили, но своей работой она гордится. И судя по реакции на клип, у режиссера все получилось. Я говорю спасибо маму за любовь, за самую большую нежность во вселенной. Ты в моем мире самый главный человек. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Далее в нашем выпуске вы узнаете, где можно провести время настоящим гурманам и что такое бранч. Спастись от зимней печали и холода помогут изысканные блюда для настоящих гурманов. В сырном ресторане «Кафе де ля фе». Собственный кондитерский цех ресторана предлагает широкий выбор десертов. Основное меню сочетает в себе средиземноморскую и азиатскую кухню. И, конечно же, большой ассортимент швейцарских и алтайских фермерских сыров. Согласитесь, приятно в выходные дни не проводить время на кухне, а приходить в ресторан отдыхать и общаться с близкими. Отдельное предложение для семейного отдыха в выходной – бранчи в сырном ресторане. Бранчи – это такой прием пищи, который предназначен для как раз-таки долгого времяпрепровождения, для общения с близкими людьми. И, по сути своей, это нечто объединенное между завтраком и обедом. Это когда вся семья может собраться за столом, когда много всякой разной вкусной еды. На шведском столе во время бранчи представлен большой выбор выпечки и десертов, молочной продукции, завтраков, каши, блюда из яиц, мёсли и другие позиции. Бранчи в кафе «Дель Афе» проводят по субботам и воскресеньям с 11 до 3 часов дня. Порадует гостей не только атмосферный отдых, но и приемлемая цена. Спонсор прогноза – компания «Валара». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в YouTube, в соцсетях Instagram, ВКонтакте и Facebook. И подписывайтесь. До встречи.